Работы по глобальной модернизации проезжей части по улице Оренбургской вошли в активную фазу. Напомним, после завершения этой реконструкции в Магнитке появится еще одна широкополосная дорога. Она не только сделает движение более безопасным, но и значительно разгрузит улицу Советскую. Ход строительства проинспектировал глава города Сергей Бердников. Ответ на вопрос, где находится проезжая часть по улице Оренбургской, смогут дать далеко не все жители города. Ведь, по сути, это небольшой отрезок дороги протяженностью всего 680 метров, который в движении транспорта играет важную роль. Соединяя перекресток улиц Советской и Советской армии с улицей Санаторной, он дает возможность совершать объездной маневр, тем самым разгружая пробки на перекрестке Советская-Грязнова и в разы сокращая время в дороге. Словом, в дорожной сети участок важный, поэтому в этом году, пожалуй, впервые он переживает глобальное обновление. Еще один будет участок совершенно новой дороги, который позволит, с одной стороны, разгрузить существующую, а с другой стороны, создаст огромное удобство нам, людям, которые по ней будут ездить. Вы видите, вот буквально по правую сторону от нас, да, растет на глазах долгожданный наш новый огромный парк притяжения. Эта дорога, вот эти участки, те стоянки, которые там будут организованы, они помогут как раз-таки нам сделать удобным подъезд, в том числе и сюда. Отныне это будет не маленькая узкая дорога, а настоящая магистраль с двухполосным движением. Это была и узенькая проезжая часть, и, во-первых, не было на ней пешеходного перехода, поэтому сейчас в данную реконструкцию вошло, и дорога расширяется, и появится здесь хороший пешеходный переход. Вот нормальный, достойный, появится на этой улице освещение хорошее, и также сделается еще будет параллельный идти дублер, который будет уходить на парковки и на сам парк притяжения. Всего вдоль улицы Оренбургская и Советская будет обустроено более двух тысяч парковочных мест. Также будут созданы дополнительные въезды и пешеходные дорожки. Поскольку в обе стороны планируется построить по две полосы, работы начали со значительного расширения дороги, что потребовало привлечения всех служб города, ведь, по сути, было начато строительство нового дорожного объекта. Тут очень много у нас проходит общегородских сетей, поэтому здесь, конечно, работают все службы, мы много очень делаем работы. Понимаете, вот просто обывателю, конечно, этой работы не видно, но мы видим вот то дорожное полотно сверху, а под землей там еще один город. Поэтому это, конечно, все сопряжено, проектная организация это все учитывает. Есть и переносы, есть и усиления, есть другие технические решения. Ну, то есть вопросов очень много. Нюансов действительно много, поэтому каждый выезд Сергея Бердникова на стройку превращается в рабочее совещание. Главный упор, как всегда, на качество. Чтобы полотно было не только красивым, но и долговечным, нельзя упустить ничего. Поэтому все рабочие моменты обсуждаются прямо на объекте. Всех подрядчиков предупреждают. Все кузова должны быть закрыты, когда едете с грунтом, с мусором, чтобы ничего из кузова не летело. И грязь на дорогу не таскать. Если дождь или что, значит, устраивайте площадку, ставьте кёрк, термойте колеса. Город – это квартира, это не место там. Я всех предупреждаю. ГАИ будет жёстко контролировать, и, значит, всех нарушителей будем вплоть до убирать отсюда, запрещать работу. Надо сказать, что подрядчиков на стройке немало. Ведь у одной организации такая масштабная модернизация заняла бы года два. Но перекрывать на такое долгое время транспортной артерии город не может. Поэтому стройка идёт, что называется, всем миром, с активным участием комбината. С самого начала мы с администрацией, с правительством Челябинской области, с правительством Российской Федерации работали в плотном контакте, согласовывали выделение финансирования. Комбинат профинансированием проектной работы по данным участкам дорог передал документацию администрации города Матогорска. Соответственно, и сейчас наша стройка, стройка города не синхронизируется. Когда на таком пятачке большое количество подрядчиков, естественно, необходимо искать точки соприкосновения, то есть помочь нам где-то с площадкой складирования, с заездом техникой, с маршрутами. Поэтому просто идём бок о бок, совместно работаем и помогаем друг другу. Земляные работы уже закончены. В данный момент ведётся подготовка основания, после чего начнётся укладка скального грунта, щебня и асфальта. Словом, до полного преображения осталось совсем немного, поэтому вскоре в Магнитке вновь станет на одну широкополосную дорогу больше.